Суба-дуба-дуба-па-па-па-па-па-е-е-е. Всем бамра, дорогие друзья, с вами Винди, и мы продолжаем с тобой играть в игру под названием Литературный клуб Тук-Тук. Итак, прошлая серия у нас с тобой произошла, какая коннитирует нас с тобою? Что-то Сайори пошла в грустняшку, и с ней Моника поговорила, но она нам не сказала, что с ней поговорила. О чём с ней поговорила? Не запаривай меня. И пока видео монтировалось, я уже успел соскучиться. Итак, друзья, через некоторое время Моника обращается ко всем. Я думаю, настало время поделиться своими стихами. Не успел я опомниться, как всё вернулось в норму. Все пошли доставать свои стихи, и я вместе со всеми. Наши с Моникой взгляды встретились, она мне улыбнулась. Интересно, о чём они с Сайори беседовали? Действительно интересно. Ну-ка, Моника, расскажи. Кому в первую очередь мне показать свои стихи творить? Ну, конечно же, моей любимейшей Сайори-пусечке, Сайоричке. Сайорошеньке, ёпта. Нет, трудно. Сайори, давай сюда, иди сюда. Это твоё самое лучшее. Оно очень-очень хорошее, Винди. А, спасибо. Сайори, это какая-то сегодня тихая. Всё в порядке? А? А? Разумеется. Всё отлично. Наверное, я просто немного устала. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не хочешь сдремнуть на моём плече? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, это глупо. Ну ладно. Не надо обо мне заботиться, хорошо? Я лишь хочу видеть на твоём лице улыбку. Не надо обо мне заботиться. У тебя что-то плохое произошло, не у меня. А, я тоже хочу видеть на твоём лице улыбку. Хорошо. И это всё, что достаточно было главному герою. Эй, Винди, я всё же немного удивилась. Я думала, ты попытаешься писать стихи в стиле Юрии. Да почему же ты Юрия такого наговорила? Ты ж моя самая лучшая, самая любимейшая. Куда? Какого хрена? Или даже нацики? Ой, ну вот нацики точно нет. Но в результате, да, думаю, тебе это стихотворение понравилось больше, чем остальное. Музыка. Настройся на романтический лад. Давай, романтический лад. Включай, сейчас будет что-то романтическое. Почему? Ты не хочешь сблизиться с кем-то ещё? Притормози. Разумеется, хочу. Да какого хера? Не хочешь, я тебе сказал. Но это не значит, что я должен всеми силами стараться их впечатлить. Тебя я по-прежнему понимаю лучше всех, Сайори. Я знаю, что порой тебе приходится мириться с моими недостатками. Как и мне с твоими. Но мы с тобой, как бы это сказать, на одной волне. Так родилось это стихотворение. Временами мне кажется, что ты единственная, отчего моя жизнь становится ярче. О, белота. И обычно мне легче писать, когда мои мысли о тебе. Сайори? Нет. Она плачет. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Минди. Я-я-я. Я этого не заслуживаю. Ты слишком добр ко мне. Почему ты это делаешь? Голос Сайори вдруг начал срываться. Когда вместо этого ты бы мог веселиться с остальными. Так было бы гораздо проще. Сайори. Я окинул взглядом комнату, чтобы убедиться, что никто этого не заметил. Какой хер? Сайори. Наверное, раньше никогда этого не говорил, но... Я не понимаю, что творится у тебя на душе. Скажи, что могло бы тебя взблодрить? Сайори покачала головой. Она едва заметно всхлипнула. Наконец она взяла себя в руки и улыбнулась. Все нормально, Винди. Это была просто небольшая тучка. Да... Вокруг тебя огромный тучевый шторм крутится. Какая маленькая тучка? Прости, что тебе пришлось это увидеть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что-то как-то я не верю твоему смеху. Обещаю, такого больше не повторится. Просто улыбайся всем, хорошо? Хорошо, если ты только тоже улыбнешься мне. Это все, что имеет значение? Нет, твоя улыбка тоже имеет значение. Иди поболтать с остальными. Да не хочу я с остальными. Я уйду домой. Куда пойдешь? Сайори, ну-ка, стой! Ты никуда не пойдешь. Скажи Манике, что я не важно себя чувствую, ладно? Ладно, но ты никуда не пойдешь. Я тебе сказал, до завтра. Не пойдешь! Прежде чем я успел что-то сказать, Сайори бодро вышел из класса, подпивайся под... подсечку ей! Ты никуда не пойдешь сейчас. Что это такое? Это очень подозрительно. И что ты так ее отпустишь? Я возмущен! Извини. Какого хера? Почему она вот... он ее отпустил? Он всегда ходил с ней до дома. Всегда. И в единственный момент, когда ей нужна помощь, когда она четко показала, что ей нехорошо, он решил ее отпустить. Да блин, у Санбы пошел. Санбы пошел, нафиг тебе вообще ее разрешение? Можешь сказать типа, ой, она бы скорее всего отказала ему, и она бы сказала, ой, да я хочу одна пойти, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да бог! Вообще посрать! Она пойдет, и все, и ты за ней как этот, как шпион. Никогда в шпионов не играл, что ли? Умеем же, ну. Вот. Да человеку плохо, ну очевидно. Но надо за ним пойти. Хорошо, Юля Вышло очень неплохо, Винди За эти несколько дней ты определенно улучшил свой стиль Тебе помогли мои советы Да, определенно Я рад Делиться своим творчеством с другими Оказалось, куда более веселой затей Чем я могла себе представить Думаю, поначалу мы все чувствовали себя не Вовкой Но сейчас Кажется, все с удовольствием это дело Она прям специально, знаешь, грудь выставляет вперед Хотя, в принципе, есть что выставить, поэтому Ладно Как тут не согласиться Все действительно друг с другом Своими мнениями делятся Активно, особенно нацики Стоп, а я не прочитал стихотворение Мне Сайори не дала свое стихотворение прочитать Что-то нехорошее творится А я-то боялась, что это будет неприятной рутиной А на деле это оказалась отличной возможность Пополтать наедине со всеми девушками в клубе Хе-хе-хе А на деле это оказалось Отличная возможность Получше узнать всех через их стихопис Ай, ты кобель! Ай, ты кобелюга! Да и свои силы в написании стихов попробовать Так Ты узнала себе что-нибудь новое, Винди? А? Ты ведь Знаешь, как я люблю повторять Письмо Это отличный способ Познать самого себя В конце концов Не имеет значения Какой ты хороший или плохой писатель И даже мое мнение Всего лишь мнение, понимаешь? Как и всегда Я верю, что самое важное Это изучать И исследовать свои творческие возможности Это успокаивает Я, как бы сказать Боюсь разочаровать тебя Ну что, реально Ко всем решил свои Шары подкатить? Я не понимаю А? Почему меня? Ну У тебя такой утонченный стиль И ты всегда дашь пару Полезных советов? Вот как Юрия на секунду задумалась Как это должно быть ужасно А? Быть тем человеком Чем меня не вызывает страх Не удивительно, что я никому Ну как ты это Как ты этот вывод сделала? Я тебе комплимент делаю А ты делаешь из этого вывод Что ты никому не нравишься Юрия Все вовсе не так плохо Как ты навображала себе в голове Я хотел сказать Что я уважаю твое мнение А Понятно Прости, что заморачиваюсь И делаю такие глупые выводы Просто Я уже слишком к этому привыкла Делать глупые выводы? К чему заморачиваться? Нет К неприязни окружающих Юрия Что я такое говорил? Прости Я не хотел затрагивать эту тему Давай делиться дальше Ага Теперь Дашь мне почитать свое стихотворение? Как легко Главный герой Опускает свои лапки Очевидно же Я бы подоставал еще Юрия С вопросами о том Что у тебя не так? Раскрой мне свою душу Расскажи, что не так Да и за Юрия бы не отпустил Подсечку И она никуда не уйдет Ты не уйдешь никуда Я сказал Я тебя Я тебя заобнимаю Я заставлю тебя Чувствовать себя хорошо Если понадобиться силой Нет, ты серьезно? Как можно так легко Забивать на все? Хорошо Вот Пляж Невероятно Миллионы лет его формировали Где чрево матушки земли Случайностью лишь вышло на поверхность Под небом ясно-голубым Везде боженство дали Но серость дочь Непостижимую загадку шепчет Мир Где заблудиться Чтобы всего одно мгновение нужно Тот самый мир Где все, что потерял Найти не сложно Ты строишь замки А Ты строить замки можешь Но только там Где с флагой песок Но ком? А Но коли влажен он Прилив тут нас не настигнет Неважно Облизать он нежно Лишь замка основания Смол Или в мгновение ока Волною поглотил все Исход всегда один Что тут гадать? И все же замок выстроить Попытаемся опять Я стою в воде Пена волн Щекочет щиколотки ног Стопы мои Погружены в песок Соленый воздух Меня лечит Легкий бриз нежен Но его силы Нельзя не заметить Мои ноги стоят У крайней черты Соблазняемые пенными узорами Повернуть ли назад Оставив покой Заржаветь ли постепенно На бреге Или дальше ступить Поминой себе И вернувшись В землю навеки Это тоже стихотворение Про смерть? Подожди! Я стою в воде Пена волн Передо мной море Повернуть ли назад Оставив покой Заржаветь постепенно На бреге То есть Постареть Постареть ли на береге Или Дальше ступить Повернуя себе Своему Желанию Минутному И вернувшись В землю навеки То есть погибнув Стихотворение Плохое Опять Почему вы все таки Негативные? Я понимаю Что писать про пляж Несколько бессмысленно Но я очень постаралась Подойти к этому Метафорически Ты сказала так Будто тебе не хотелось Об этом писать О Ты не слышал? После вчерашнего Нацки и я В общем Замутили Было забавно Что мы написали Об одном и том же Столько по разному А да 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 Я же сказал Нацки Что Нацки и Юрий Написали об одном и том же Они видимо сконтачились И что-то у них вышло Поэтому Нацки захотел Чтобы снова написали Какой-нибудь стиль На одну и ту же тему Ааа Нацки заставил тебя Писать о том О чем ты не хотела писать Да? Полагаю Что лучше сравнить От различия в наших стилях Или в образе мыслей В общем Это была ее идея Зная ее Неудивительно Что она хотела сделать Что-нибудь в этом роде Ай Ты этому недовольна Скорее всего Она просто хочет похвастаться Почему? Почему? Почему она такого Плохого мнения Нацки? Вдруг Нацки В прошлой серии Насколько я помню Нацки говорила Типа Вот Удивлена Что у Юри Такой же ход мышления Как у меня Надо с нею поделиться Она не хотела похвастаться Они хотели поделиться Своими контактами Своими душевными переживаниями Своими метафорами Соприкоснуться И чтобы из этого вышла Какая-нибудь Метафоричная связь А она думает Что она просто хочет похвастаться Я бы не сказал Что мне интересно Как она пи... А, ну ясно Я просто согласилась На ее просьбу Но Не так уж и плохо Время от времени Писать еще Быть простым Это помогает развеяться Мне не помогает А, мне не помешает Иногда привести В порядок Свои мысли Да, пожалуй Соглашусь Спасибо, что поделилась Ладно Юри не хотела Писать с Нацки Окей Нацки Она сразу Недовольна Это Довольно сносная Сносная? Ну да Во всяком случае Не хуже вчерашнего Я вижу К чему ты Клонишь Но это Совсем не мой стиль Но это нормально Я только рада Что ты хоть немного Хоть немного Спасибо, Нацки Так меня не хвалили Никто со времен школы Знаешь На трудах Где-нибудь Смотрит Трудовик на мой стул Который почти разваливается Ну Ну, по крайней мере Ты старался Ладно Разумеется, я стараюсь Почему ты так остро Реагируешь на мои стихи? Разве это для меня Не комплимент? Э? Нет, придурок Мне вообще плевать Просто хоть кто-то В этом клубе Должен следить Чтобы ты не разболтался Правда? А что если в результате Ты только отпугнешь меня? Э? С тобой такого точно не произойдет Да, ты права Здесь довольно весело Несмотря на то, что Приходится терпеть Тебя Локоть Нацки Врезался мне в желудок Хо! Правда что ли? Возможно я все-таки Не против Отпугнуть тебя Отсюда Я Я же просто Пошутил Ну а то я не знаю Не лануйся Я тоже Пошутила Аааа Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Хмм Ты называешь это шуткой? Больно ведь Ну, может, я и веселый. Наверное, в этом-то и дело. Надо следить своим языком, когда Нацки рядом. В любом случае, Нацки протянула мне свое стихотворение так, будто ничего не произошло. Нэ. Я стану твоим пляжем. Тоже про пляж. Я стану твоим пляжем. Твой разум проблемы страхов преисполнен с годами, забиравших способность удивляться. На сегодня я покажу тебе одно место, особое пляж, куда мы вместе будем отправляться. Берег, в незримую даль уходящий океан, ослепительным светом сверкает. Стены твоего разума скоро растают, под солнцем лучами палящими. Я буду пляжем, где твои тревоги смоют. Я буду пляжем, с которым ты грезишь. Я буду пляжем, где твое сердце затрепещет так, как думал, ты уже никогда не будет. Погребем твои тяжкие мысли в кучу песка. Купайся, в солнечном свете меня за руку держа. Смой свою беззащитность соленой водой и покажи мне орел сияющий слой. Оставим нашу память следами на песке. Ощути свободу, ветром паруса раздув. И вспомни, что ты прекрасен в то мгновение, когда наши губы сольются в страсти утонув. Я буду пляжем, где твои тревоги... Это похоже на песню с припевом. Где твои тревоги смоют. Я буду пляжем, с которым ты грезишь. Я буду пляжем, где твое сердце затрепещет так, как думал, ты уже никогда не будет. И если позволишь рядом мне быть твоим пляжем, твоим спасением, Ты себя снова научишься любить. И все тревоги придашь забвенью. Знаешь, если бы я думал, что Нацике в девушек, ну то есть ей нравятся девушки, тогда бы я мог подумать, что это стихотворение для Юри. Потому что Юри тоже себя не любит. И видишь, она пишет, ты снова себя научишься любить. То есть, возможно, это стихотворение Юри, но это первое стихотворение доброе. У одной про самоубийство, другой про тоже. А у этой хотя бы про любовь. Уже нормально. Мне понравилось Нацике. Ништяк. Да. У меня было ощущение, что я пришел только о негативном, поэтому мне хотелось написать что-нибудь позитивное. Кроме того, пляж это классно. На пляже... А пляже сложно написать что-то плохое. Ну, у Юрия вышло. У Юрия, кстати, получилось немного более серьезным. Ааа. Кстати, насчет этого. Блин. Надеюсь, ничего плохого она обо мне не рассказала. Все же, именно она захотела, чтобы мы написали... Ах ты, Юрия, ай ты проказница! Она, короче, сказала, что Нацике заставила их писать вдвоем стихотворение. А на самом деле Юрия захотела это сделать. Ох, я прям вижу, как она это делает. Сначала предлагает нам обеим написать на простую тему, а потом впитается впечатлить меня своим изысканным стилем. Хотя, не сказалось бы, что меня это беспокоит. Ведь все равно я приняла ее предложение. Хотя, в моем стихотворении тоже оказались определенные метафоры. Но ведь нет ничего плохого в том, чтобы время от времени их использовать. Ведь метафоры это зашибись. По крайней мере, это была неплохая практика. Значит, смотри, Юрия решила нас обмануть. Хитрая Юрия, вот ты хитрая лисица. С кем мне поделиться своим стихотворением? Ну, выборов не особо много. Моника, Моника. Сейчас, Моника, при... Привет, Винди. Ты думал, какое стихотворение будешь читать на фестивале? Ну, не особо. Составить в клубе это одно, выступать перед кучей народу. Мне надо еще подумать. Ладно, не буду на тебя давить. Что бы ты ни делал, уверенно, это получится замечательно. А я буду рада это увидеть. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Если возражаешь, давай перейдем к сегодняшним стихам. Конечно. Я позволю Монике взять из моих рук листок со стихотворением. Хм. Хе-хе-хе-хе-хе. Это довольно забавно. Что? Мое стихотворение забавное? Как так? Не, я не про стихотворение. Забавно то, что твои стихи и стихи Сайори день ото дня походят на друг друга все больше и больше. Удивительно, что ты настолько и с ней синхронизировался. Впрочем, вы в последнее время частенько бываете вместе, ведь так? Думаю, думаю, можно и так сказать. Хотя, мы росли как лучшие друзья. За прошедший год я, к сожалению, редко с ней встречался. Но после того, как я вступил в клуб, мы снова стали проводить вместе много времени. Ясно, ясно. Кстати, мне это напомнило. Сайори сегодня была немного не в себе. Да? Она тебе что-то сказала? Эм. Ну. Винди, ты с ней ведь не флиртовал? Оу. Конечно, нет. Да нет, нет. Как ты могла о таком подумать? Нет. 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 Я обращался с ней так же, как и всегда. В первой серии, напомню. Он сначала расстегивал ей ее блузку. Застегивал блузку. Потом он ей волосы постоянно трогал. Потом он ей что-то там губки трогал. Короче, всегда с ней так обращался. Это хорошо. Ты знаешь, что я должен сделать? Просто я хотела убедиться. Как это вообще делает эту позу? Как? Как у тебя спина не ломается? У меня есть шея, спина. Мам, все хрустит, когда я это делаю. Я знаю, как сильно ты заботишься о ней. Будет ужасно, если с ней случится что-то плохое. Так что не своди с нее глаз. Окей, довольно странно. После того, как Сайори вступила... После того, как ты вступил к нам, Сайори была радостной. Что могла вызвать такую внезапную перемену? Ладно, не бери в голову. Сейчас не лучший момент, чтобы об этом разговаривать. А теперь я покажу тебе свое стихотворение. Хорошо? Эм, ладно. Леди, которая знает все. Неплохо. Есть одна древняя повесть. Она рассказывает о странствующей леди. Леди, которая все известна. Леди, которая нашла ответы на вопросы повсеместные. Весь смысл бытия, всей жизни суть. Все, что когда-либо отыскать пытались. И вот он я, Перо. Потерянная жертва беззащитная. Гонимая ветров потоками. День за днем я ищу ее. Ищу, почти надежду потеряв, зная, что веруя в легенду, я не прав. Но когда прахом обратили все мои попытки. А когда у остальных я наблюдал лишь спины до затылки. Легенда. Это все, что у меня осталось. Последняя. Тусклая звезда. В черном небе мерцает. И вот однажды ветер прекратился. Я опускается, быстро стал. И падал, и падал. Казалось бесконечно. Плавно, как перо. Сухое и безликое. Но меня двумя пальцами поймал. Я друг, а нихера до сильная прекрасная леди принадлежала она. Я взглянул ей в глаза и утонул в ее взгляде. Леди, которая знает все, догадалась о моих мыслях. Прежде чем я сказал, она прошептала в ответ пусто и близко. Я нашла все ответы, но цена и ничто. Нет в мире смысла и цели давно. Мы лишь невозможное ищем. Я не легенда. Ее попросту нет. Легким двиханием она меня обратно в полет отправила. А там порыв ветра меня подобрал, унося в далекие дали. Окей, тоже довольно пессимистичное стихотворение. Оно рассказывает нам про то, что жизни смысла нет. Особенно, когда ты нашел ответы на все. Знаешь, мне кажется, что учеба и поиск ответов это то, что придает жизни смысл. Не хотелось бы углубляться в философию, но я так считаю. И я об этом написала. Понятно. Вообще, да. Типа, довольно много известно. И даже, по-моему, это в психологии есть какой-то такой феномен, что когда человек имеет какую-то огромную цель. Допустим, там, стать хукакер. Вот, какую-нибудь огромную цель. И идет к этой цели всю жизнь. Эта цель длиною в жизнь. И когда он достигает этой цели, он теряет смысл. Потому что у него был один смысл добиться цели. И когда он до нее доходит, он впадает в депрессию. Причем в реальную такую депрессию. Хотя, казалось бы, какого фига ты добился того, что хотел. Но на самом деле, он потерял смысл. А без смысла жить довольно скучно. Понятно. Я никогда об этом не задумывался особо. В некотором роде это практически парадокс. Потому что, если мы найдем все ответы, разве мир не начнет утрачивать смысл? Вот она об этом же. Знаешь, я тут кое-что заметил. Кажется, что все в клубе предпочитают писать о вещах, скорее, печательных. Печальных, нежели счастливых. Ха-ха-ха, ты удивлен? Я хочу сказать, если бы все было хорошо, нам бы не было о чем писать. Разве не так? Типа, у поэта всегда как-то там пушки подпись. Поэта... Больна всегда туша поэт или что-то такое. Я не помню точно цитаты. Люди не двумерные существа. Думаю, ты знаешь об этом лучше кого бы то ни было. Имеешь в виду одномерные? Ха-ха-ха. Да да, именно это. Ха. Ты знаешь лучше всех, что люди на самом деле не двумерные существа. То есть, она обращалась к нам. Она обращалась к нам с тобой напрямую. Но главный герой тупик, и поэтому он этого не понял. Потому что он не самый умный человек из существующих на планете. Да. Как бы то ни было, вот тебе писательский совет дня от Моники. Ты стесняешься показывать свое стихотворение, потому что боишься, что оно плохое? Получив равнодушный ответ на то, на что ты вложил много сил, действительно можно впасть в уныние. Но, если найдешь других людей, которым нравится писать, делиться станет гораздо легче. Потому что вместо того, чтобы просто сказать, получилось у тебя хорошо или плохо, они захотят сосредоточиться на том, что легло в его основу, и на том, что еще тебе стоит исправить. Такой подход гораздо больше обнадеживает и пробуждает в тебе желание совершенствоваться. Это почти то же самое, что имеет свой собственный маленький литературный клуб. Тебе так не кажется? Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Ха-ха-ха, когда ты этот совет, она милая. Так, ребята, все поделились друг с другом стихами, да? Тогда почему бы нам не начать? Подожди секунду. Я ошибаюсь, или ты сейчас как-то странно выразилась? А? Кое-что действительно прозвучало странно. Точно? Точно-точно. Ты изменила свою фирменную фразу при обращении к членам клуба. Фирменную фразу? Я не помню ее. Фирменную фразу? У меня такой нет. Боже. Почему сегодня царит такая непонятная атмосфера? Глядите, даже у Юрии нет к ней иммунитета. Она такая милая, когда так делает. Как-то все замирает. Это свидетельствует о том, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Так, сохранится, сохранится, сохранится. Что там ужасное произойдет? Сохранение, сохранение. Хе-хе-хе. В твоих книгах может быть. Слушайте, сегодня единственное отличие в том, что с нами нет Сайори. А, похоже, ты прав. А, Сайори всегда знает, как поднять нам настроение, правда? Такое чувство, что когда ее нет рядом, смещается какой-то естественный баланс. Куда она вообще свалила? Я думала, она просто ходила писать. Нацуки, прояви немного приличия. Ой, да ладно. На самом деле, она не важно себя почувствовала и пошла домой пораньше. Вот как? Надеюсь, с ней все в порядке. Серьезно? То есть, изо всех возможных дней, ты решил не идти с ней домой, именно когда ей плохо? Нацуки, ты умничка. Просто права. Значит, это все, на что способна ваша любовь в морковь? Нет. Это все, на что способен этот... Добн. Дебил этот. Ну как можно этого не догадаться? Ой, ну хватит. Во-первых, хватит превратно истоковывать мои дружеские отношения. Да какой ты друг? Даже если ты друг. Даже если у твоего просто товарища. Не обязательно девушки. Просто у друга. У друг показывают, что ему откровенно плохо. Все равно надо с ним пойти. Парень или девушка. Просто потому, что ты ему друг. А уж особенно учитывая, что вы с Сайори мутите. А во-вторых, она вроде как избегала меня сегодня и я не хотел навязываться. В данном случае, можно навязаться, если человеку плохо. Такое любопытствующее выражение со строилами на Юре, когда я попал в параллельный мир. Успокойтесь, девочки. Здесь еще и есть я, Ло. Я уже поговорила с ней. У нее все в порядке. Что она сказала? Нам же пока надо определиться, что осталось подготовить для фестиваля, поэтому... Почему она меня пригнарит, Ло? Давайте решать, кто чем займется в эти выходные. Я уже знаю, чем я займусь. Конечно. Нацике будет печь кексы. Но нам понадобится много и с разной начинкой. Нацике, ты сама сможешь со всем справиться? Вызов принят. Что до меня? Я займусь печатью и подготовку листовок. Сайори поможет с оформлением. А Юрия? Юрия, ты можешь... Ребят, помогите придумать, чем заматься Юрия. Знаете, это как в старых таких детских мультиках. Ребята, а давайте поможем Юрию придумать, чем ей заняться. А? Ну, давайте. Я... Бесполезно. Нет, иди обниму. Ну, не огорчайся. Все совсем не так. Ты вообще из нас самая талантливая. Не. Теперь и нацике надылось... Блин, я кажется, понял. Я никогда не ценил Сайори по достоинству. Но в такие моменты очевидно, что тебе приходится нелегко, когда ее рядом нет. Может и так. Но если я сама не смогу проявить свои лидерские качества, то как я смогу стать лучше? Так что, Юрия, у тебя очень красивый почерк. Тебе нужно сделать несколько вывесок и декораций, чтобы создать нужную атмосферу. Нужную атмосферу? Ммм, вообще-то я... Я бы с радостью этим занималась. Вооружение лица Юрия резко изменилось, когда она сфокусировала взгляд на партии и несколько раз сама себе кивнула. Да-да, я справлюсь. Я вижу, тебя уже переполняет идеей. Вот и замечательно. Ты так сильно нам поможешь, Юрия. Получается? Остался только ты, Винди. Тот, кто по-настоящему бесполезен. Не говори так. На самом деле, перед Нацикой и перед Юрией стоят довольно сложные задачи. Твоя помощь им наверняка очень пригодится. Ну, и Юрию я вряд ли помогу с моим офигительным плохим почерком. Нацикой я вряд ли помогу с тем, что я абсолютно не умею готовить. А тебе я не помогу, потому что... Не знаю, почему на самом деле. Разумеется, ты не мог бы подсадить. Смотри, все девушки хотят меня. Я была бы очень признательна. Я... Значит, Моника намекает на то, что я могу провести выходные с одной из девушек клуба. Как интересно, они ответят на такое предложение. А, я полагаю... Есть только одна девушка, с которой я хочу провести эти выходные. Сайори, 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 моя милая, иди сюда, Сайори. Она шушла. Блин. Но на самом деле, я хочу провести это в выходные с Сайори. Вот вы все классные, но Сайори топ. Я полагаю, мне не помешала бы помощь. Да, я уверен. Даже если ты умеешь готовить, есть куча грязной работы, с которой ты наверняка справишься. Моника все равно не предоставит мне альтернативы, да и ты вряд ли захочешь штаны просиживать. Нацки стала вормотать кучу подобных оправданий. Если я правильно помню, Нацки, ты как-то сказал, что... Что хотела бы все готовить сама. Винди вряд ли захочет быть рядом, если для тебя он будет пятым колесом в телеге. Следовательно, работа будет куда более эффективной, если он поможет с декорациями. Постой-ка, я никогда такого не говорила. Насколько может быть сложно сделать несколько декораций? От тебя это звучит как нелепое оправдание, чтобы Винди... Как ты можешь такое говорить? Это невероятно скрупулезная работа. Хочешь сказать, что готовка это расплюнуть? Да что ты себе! Девочки, девочки, ну хватит. Давайте все немного успокоимся. И в конце концов, именно Винди должен решить, куда ему внести свой вклад. Я решил! Единственный человек. Сайори, я к ней. У него еще не было возможности провести выходные со мной, знаете ли. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, ну Моника тоже милашка, я тебе скажу. Так что, я уверена, ему было бы интересно. Ты только что сама сказала. Я тоже поружена. Простите, простите. Я просто так, к слову. Боже. Мы можем уже это решить. Да. Винди, ты же не против. В итоге выбирать тебе. Я решил. Конечно. Согласна. В таком случае, все пристально смотрят на меня. Единственный человек. Сайори. Ей плохо. Ей плохо. Разумеется, пойду к ней. Да и если бы ей было хорошо, я бы все равно пошел к ней. Сайори. То есть, если вопрос в том, кому я должен помочь, я бы выбрал Сайори. Я хочу сказать, что мы живем рядом и все дела. Да нет. Я ее выбираю, потому что я хочу с ней. Но Моника сказала, что Сайори уже помогает ей. Боже. Ты правда нас так сильно ненавидишь? Да нет. В смысле? Нет, подожди. В смысле? В смысле Сайори уже помогает ей? Так если тебе помогает Сайори, а что ты мне предлагаешь помогать тебе? Не понял. Она мне сказала, типа, ты можешь выбрать любую. Всем нам нужна помощь. Монике, Нацике и, конечно же, Юри. Но раз Монике нужна помощь, то ей никто не помогает. Но так какого фига? Когда я выбрал Сайори, она мне сказала, что Сайори уже помогает Моника. Что вообще? Вы ломаете мой мозг. Просто подумай об этом, как о помощи клубу. Да не хорошо. Какого хрена? Я хочу все равно Сайори. Она вот здесь была. Я прям ей на грудь только что потыкал. Ну ладно. Вот здесь где-то она была. Вот тут вот Сайори. Я хочу ее. Так, ладно. Ну, тогда пусть будет, ну, Нацике или Юри или Моника. Ну, Моника няшка, конечно же. Но Юри тоже. Давай к Юри. Я думаю, я буду наиболее полезен, если помогу Юри. Мне? Ты... Ты серьезно? Зачем тебе? Нацике. Я уже вижу, что ты собираешься сказать нечто неприятное. Вовсе нет. Я просто хотел бы сказать... Получается, ты будешь помогать Юри. Да, Минди? Ага. Раз ей нужна моя помощь. Я рада. У меня плохая привычка слишком заворачиваться над такими вещами. Поэтому твоя помощь будет как нельзя кстати. Рада это слышать. Нацике, ты одна справишься с готовкой? Да, да, да. Я уже сказала, что все в порядке. Я и не хотела все равно с ним никуда идти. Я и сама лучше буду готовить, чтобы он не мешался мне под ногами. Хорошо. Всем было понятно, что Нацике немного обиделась. Так это все, что нам нужно было обсудить? Да, вроде ничего больше не осталось. Как настрои, ребята? Не могу сказать, что я в восторге. Но полагаю, мне не терпится узнать, как все пройдет. А ты что думаешь, Винди? Я? Ну, думаю, можно сказать неинтересно, что у нас выйдет. Для меня этого более чем достаточно. А что учат тебя, Нацике? Хм. Нацик. Что? Почему все кричат на меня? Почему все кричат на меня? Я ни его благого не сделала. Нет. Я это не совсем имела в виду. Беспокойный взгляд Юри заметался между семенами. Мне очень жаль. Я не знаю, почему Винди выбрал меня. И еще, твои кексики самые лучшие из всех, что я когда-либо пробовал. Я с тихо запиваю чаем с мощное удовольствие. И что бы я ни сделал для мероприятия, с ними не сравнится. Поэтому, поэтому... Ладно, ладно, ладно. Я поняла. Хоть я и немного удивлена. Почему? Это ведь я веду себя как ребенок. Я все прекрасно осознаю. Но почему-то вдруг именно ты решаешь меня приободрить. Я знаю, мне не очень хорошо выходит. Прости, если что-то сезало что-то дурное. Мне только Нацике поразилось словами Юри. Нас с Моникой она тоже застала врасплох. Ей без того сложно дают слова, но когда она пытается кого-то поддержать, это выходит далеко заглянеться из зоны комфорта. Однако, я начинаю понимать. Юри старалась суматировать Сайори. А-а-а. Понятно. Даже если у нее это не совсем получилось, я вижу, что она пыталась сказать то, что в такой момент сказала бы Сайори. У Сайори всегда получается вызвать у всех улыбку и заставить почувствовать уверенность в себе. Да нет, я даже признательна тебе. Извини, что раздуваю проблему из ничего, но кое-что я все-таки скажу. А? Можешь что угодно ставить на то, что мои кексики будут самой лучшей частью мероприятия. Правильно, Нацике! Вот это настроение! Вот это решение! Ах, я не сомневаюсь. Вот и славно. Я надеюсь увидеть, как все стараются. И с этим на сегодня кажется все. Полагаю, можно выдвигаться по домам. Ясно. Пора отсюда сваливать. Все стали собираться. Моника с Юрием о чем-то болтая, вышли из клуба, я последовал за ними. Угу. А? Я обернулся. Прости. Я понимал, что у меня больше... Что у меня нет твоего телефона, чтобы созвониться на выходных. Пианинка такая. Ха-ха. О, точно. Не могу поверить, что это вылетело у меня из головы. Мне дать тебе свой номер? Думаю, так будет лучше всего, да. Момент. Мы с Юрием менялись номерами. Хорошо. Тогда я зайду к тебе в воскресенье. А? Ко мне домой, в смысле? Тебе будет неудобно? Не, не, совсем нет. Я просто думал, что раз я тебе помогаю, то мы будем у тебя дома. А, наверное, это логично. Но если ты не возражаешь, я бы предпочла пойти к тебе домой. Ха-ха-ха. Без проблем. Я вот только рад гостям. По очевидным причинам я решил не давить на Юрию. В любом случае, разницы в мяче встречи нигде нет. Мне просто надо было прибраться в своей комнате. Надеюсь, я смогу быть ей полезен. Я не настолько творческая личность. Не-не, да, оценивай себя, Винди. Уверена, из нас получится очень продуктивная команда. Даже если ты меня выбрал просто из жалости. Нет! Ты ведь на самом деле так не думаешь, да? Я не знаю. Мне сложно придумать иную причину, почему ты решил выбрать меня. Ты забыл о причине, к которой можно прийти, используя здравый смысл. Я выбрал тебя, потому что я так захотел. Потому что мне не дали выбраться Юрию на самом деле. Ну и потому что захотел тоже. Но Юрий задумывался. Ее лицо приняло невероятно напряженное выражение. Юрий, ты слишком заморачиваешься. Ты просила меня указывать на такие моменты. Помнишь? А? Я даже не заметил. Уверяю тебя, это то, чего я сам хочу. И никаких скрытых смыслов здесь нету. Ты мне веришь? Ты мне веришь? Никаких скрытых смыслов нету в том, что ты придешь ко мне домой. Зарян. Юрий снова напряженно задумывался. Но просто действительно это как-то странно. Особенно для Японии. По-моему там к этому относятся довольно серьезно и строго. Типа девушка не приходит к парню домой. Потому что это неприлично. У них много чего неприлично. А на некоторое время пристально смотрит мне в глаза. Я верю тебе. Юрий произнесла это слово так, словно на это потребовались чудовищные усилия. Но затем наконец расслабилась. И я с нетерпением жду воскресенья. Да, я тоже. После нашего странного диалога я выхожу из класс. Юрий идет следом. Преследует меня по питаму. Не могу поверить. Неужели Юрий придет ко мне домой в воскресенье? Хотя я бы и предпочел компанию с Айюри. Волнение нарастает во мне, словно снежный ком. Я конечно уже немного привык общаться с ней в клубе. Но кто знает, что случится, когда мы будем с ней в другом месте, вдвоем. Она даже сказала мне, что с нетерпением этого ждет. И почему я так нервничаю из-за мысли, что об этом узнает Сайюри? Не то, чтобы у нас не были такие отношения. К тому же, Моника говорила про помощь клубу. Мне не о чем волноваться. Мне просто нужно вести себя естественно. И я отлично проведу время. Наступило воскресенье. Ладно, ребят. Я думаю, мы продолжим в следующей серии. Главный герой говнюк. Он все еще не пришел к Сайюри. Прикинь? Он знал, что у ее подруги проблемы. И не зашел к ней даже в гости, чтобы спросить, как у тебя дела. Что за трэш? Ладно, ребят. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся с тобой в следующих видео. И скоро выйдет следующая серия. На этом все. Всем пока-пока-пока. И до скорого. Удачи!